Выставка новейших разработок в сфере геологии, обсуждение перспектив геологических открытий и развития поисковых проектов. Все это в программе сегодняшнего, уже второго дня горно-геологического форума, который проходит в столице. На месте событий работает наша съемочная группа и прямо сейчас с нами на связи моя коллега Анастасия Сулеймарова. Настя, приветствую. Знаю, что у тебя есть информация о планах иностранных компаний, которые намерены сотрудничать с нашей страной. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее. Да, «Алмаз» уже стало известно о первом потенциальном инвесторе. Например, катарская горно-грудная компания намерена вложить от 10 до 50 миллионов долларов в проект по добыче меди или золота. Это первый визит представителей Катара, и поэтому потенциальным коллегам важно понять, какие есть возможности для вложения инвестиций в Казахстане. Ну и в целом я сейчас предлагаю послушать, как развивается горнодобывающая промышленность в нашей стране. Казахстан взял ориентир на привлечение новых денег, международных денег в основном, иностранных технологий инвестиций, елго-поисковой работы. Казахстан обладает невероятным большим количеством запасов минеральных средств и ресурсов. Основная задача как для государства, так и для бизнеса была создать условия, на которых как национальные деньги, так и международные деньги должны заходить именно в очень высокие рисковые геолого-поисковые работы. Для этого и, собственно, и был создан этот форум. За годы его организации Казахстан практически опередил все страны бывшего постсоветского пространства, приняв революционную реформу в регулировании пользования недрами и недропользованием. Казахстан Также хочу добавить, что прямо сейчас продолжается пленарное заседание на тему автоматизированная система управления горными работами. В целом участникам предстоит обсудить больше 10 тем, и уже итоги они подведут только к вечеру. Но я надеюсь, что немало компаний планируют сотрудничать, так сказать, изъявят желание сотрудничать с нашими специалистами. На этом у меня все. Алмаз. Спасибо. На прямой связи с нами была наш корреспондент Анастасия Сулейманова.